Всем моим зрителям огромный привет! И сегодня я хочу рассказать про трудности грудного вскармливания. На самом деле долго я думала снимать это видео или нет, потому что это довольно лично. И как-то у нас в стране очень сильно пропагандируется грудное вскармливание. В принципе, я тоже двумя руками за. Но мне кажется, порой это приобретает уже такие формы, что если у тебя что-то не до конца в совершенстве получается, даже не по твоей вине, то ты как будто такая недомать, недохорошая мать или не настолько хорошая мать, как соседка, у которой все супер-пупер чики-пуки. В общем, расскажу, с какими нам сложностями пришлось столкнуться, как мы искали выход и к чему все это привело. И так я поняла, особенно с рождением ребенка, что жизнь вообще такая штука, которая в любой момент поворачивается абсолютно в любом месте. И порой это бывает даже как-то просто, неправдоподобно, феерично, остросюжетно. Настолько это расходится с какими-то ожиданиями и представлениями о том, как это все должно быть лично у меня. Но с другой стороны, очень классно тренируется навык приспосабливаться к изменениям. Более того, научиться выжимать из них максимум и радоваться тому, что есть. Первая трудность, с которой я столкнулась, это то, что после того, как родилась Алиса, я настолько привыкла, чтобы у меня никогда в жизни не было молока, что мне казалось, что у меня его в принципе и, наверное, не будет. Серьезно. То есть вот у всех есть, да и все там кормят. А у меня, ну с чего у меня вдруг молоко боятся? Если вот 30 лет не было, то дна тебе и появится. Потом, ну это, знаете, как-то на подкорке все это, как бы вот это уверенность, что я это свое тело знаю, у меня молока не может быть. Вот, хотя я настраивалась кормить грудью. Но понимала, что если вдруг, да, появится молоко, то я это сразу увижу. То есть узнала, что сначала молозиво есть, и мне почему-то казалось, что я сразу пойму, что у меня вдруг пришло молоко. Я знала, что несколько дней надо подожнать, да, то есть там какие-то капли молозива будут, и потом непосредственно молоко приходит. Вот, ну я периодически так поглядывала, у меня ничего не выступало. И думаю, ну, наверное, вот это из-за моего кесарева, там, в общем, какие-то, может, капли у меня поначалу пропали. И теперь мне надо ждать, когда появится молоко. И когда оно появится, оно прям брызгать будет, я, в общем, не пропущу момент этот. И что сказать, у меня там периодически спрашивали, Рост, ну что, пришло ли молоко? Я говорю, нет, не пришло, не пришло. Приходили врачи, там, осматривали нас. Вот, я молчала, что у меня нет молока. Потом как-то одна врач тоже там, ну, ты прикладываешь к груди, я говорю, у меня молока нет, с чего мне и молозия нет. Она такая, как, три дня пришло, чего это у тебя нет? Я говорю, ну, вот так вот, смотрите, все сухое, ничего не плещет. Она, ты что? А тогда разносили смеси и, в общем, докармливали из шприцов без иглы ребенка смесью, чтобы он не привыкал к бутылочке. Я, собственно, только смесью и кормила Алису, потому что спрашивали, есть ли молоко. Я говорила, нет еще. Мне каждые три часа давали, там, для нее норму. И, значит, эта врач, после того, как я ей на третий, там, сутки сказала, что молока у меня нет, она подошла, начала жмякать грудь. И, в общем, оттуда что-то ударилось. Она говорит, ты что, вода у тебя полно. Вот, и тут я понимала, что у меня уже очень сильно болит грудь. Да, то, что она говорит, тебе обязательно надо все это дело отдалять, потому что будут застои, температура может подняться и вообще вплоть до операции. К вечеру, да, вот этого дня, когда я поняла, что действительно у меня там что-то застаивается, у меня уже были вот такие вот здоровенные сисянды, просто неподъемные, которые жутко болели. И я даже вот так вот не могла притронуться к груди, просто без слез. Меня там отправили на какой-то ультрафиолетовый массаж, в общем, им обрабатывали шов или инфракрасный, в общем, какое-то излучение там специальное для лучшего заживления. Обрабатывали всем шов после кесарева, то есть просто водили прибором, мне отправили еще грудь обрабатывать. Это очень больно, потому что давят, ну, как бы от основания к центру роликом там специальным. В итоге она размяла там через слезы, я пошла в общем в себе в палату и начала сцеживаться, потому что Алису к этому времени я уже накормила, она есть не хотела. Соответственно, мне надо было срочно это все удалять, чтобы предотвратить потом воспаление. И я там, в общем, как-то начала вот так сидела на одну грудь полтора часа, представьте, там по капле. До того досидела, что у меня потом заклинило шею, даже после выписки из роддома я еще, не знаю, неделю мучилась с этой шеей, потому что я вот в таком положении полтора часа смотрела вниз. У меня тут, походу, офигела какая-то мышца, которая никогда в жизни не напрягалась. Но, слава богу, после этого перестала грудь болеть. После этого я уже с утра начала Алису прикладывать к груди. И только после того, как она наестся, докармливать ее шприца. И как бы все было в порядке. Я считала, что у меня вполне хватает молока, да, когда выписалась уже из роддома, смеси мы никакие не покупали, и я ее только кормила грудью. Вот, и стали замечать бабушки приходящие. Ну, это, мне кажется, бич всех бабушек, что Алиса голодная, она не доедает, корми ее чаще, там больше. И я поначалу придерживалась правила кормить раз в три часа, ну, где-то раз в два с половиной, раз в три. К нам приходила еще патронажная медсестра. Буквально на следующий день после выписки, в 7 утра, там уже звонок в дверь. И я, ну, здрасте, такая, вы кто? Я патронажная медсестра. То есть сразу роддом после выписки сообщает в поликлинику. И уже начинает ходить медсестра, проверяет, что там с вами. Медсестра тоже, когда приходила, говорит, что-то у вас как будто бы медленно вес набирает. В общем, хватает ли молока? Я говорю, ну, хватает, у меня даже где-то остается после того, как она поест. То есть ничего не говорит о том, что его мало. Но, получается, к концу первого месяца она набрала где-то 25% от веса при рождении. И все равно медсестра говорила, что это маловато, видимо, молока не хватает. Надо проверять, сколько молока докармивать, потому что оно налицо, что маловато. Ей бы побольше быть. И, в принципе, я сама замечала то, что детки обычно, вот кого я вижу, малыши, они все такие очень пухленькие. То есть у них щечки, ручки такие, как у маленьких сумоистов, ножки. А Алиса, она такая вот вся стройняшка, у нее не было абсолютно вот такого вот веса дополнительного, да, который бы делал из нее пупсика-пухлячка. Как-то все по минимуму. Она такая поджара, прям гончая, вот, девчонка. И тоже врачи говорили, что, ну, по идее, она должна вот такой пухляндии быть, ну, к концу первого месяца, во всяком случае, точно. И, в общем, я стала смотреть, сколько остается молока, как я это делала. После того, как я ее покормлю, сцеживала остатки, либо до кормления полностью сцеживала. Получалось, что с одной груди сцеживалась целая полная банка. Вот эта вот норма, там сколько, 140, по-моему, миллилитров до 6 месяцев бутылочка. В общем, она, ну, практически до краев была. Но я стала смотреть, что она постоянно засыпает при кормлении. И я как-то до этого думала, что она засыпает, потому что наелась. Но потом поняла, что нет, видимо, она вот в процессе устает. То есть она буквально кушает 10 минут, все, в отключке, чуть ли не храп на всю комнату. Я ее там бужу, она просыпается, продолжает есть, опять засыпает. И очень сложно отследить, сколько она реально съела. То есть наелась она, уснула. Или она просто уснула, потому что ей надоело. И вроде бы ее разбудила, вроде она доела. Уснула я уже, ну ладно, значит наелась. Она потом кричит, да, после этого, что кричит. Потому что проголодалась или просто. В общем, очень сложно было понять, насколько она наедается. Теперь я склоняюсь к мысли, что, скорее всего, она не наедалась. То есть она кушала молоко, которое легко, да, высасывалось. То, что было подальше, ей уже было тяжелее. Она, в общем, засыпала. И вот заднее молоко, оно же самое жирное, да, переднее там в основном вода. Вот, видимо, в том числе и из-за этого. Я подумала, что, наверное, чтобы как-то как бы ускорить момент наедание, надо ее докармливать, да. И невозможно ее постоянно трясти, когда она ест. Единственный вариант был сцеживаться и докармливать из бутылки. Но я стала замечать, что при кормлении грудью у нее постоянно начинает болеть живот. То есть тогда как раз мучили ее колики. Но мы, соответственно, привыкли к таким проявлениям. Я как бы этому не удивлялась. Но стала понимать, что это происходит каждый раз, буквально через там несколько минут после того, как я ее начинаю кормить. То есть раз, опа, болит живот, она кричит, вся выгибается. После того, как это уже превратилось в хроническое явление, я начала понимать, что вообще ни разу у нее не живот, видимо, болит, когда она есть начинает. А просто она привыкает к бутылке. И, соответственно, всем известно явление, когда из груди сложнее есть, чем из бутылочки. И малыши, которых кормят из бутылки, они чаще всего бросают грудь. И, в общем, да, она с горем пополам. Там можно было ее болтать, поесть. Но это все с такими скандалами. И в итоге очень ненадолго. Вот, это еще не конец эпопеи. Я продолжала там кормить ее грудью, сколько могла, да, все, когда она там отказывается или засыпает, я сцеживаюсь, докармливаю с бутылки. Вроде бы как-то это более-менее устаканилось. Однажды я проснулась утром, как всегда ее покормила, вроде бы она наелась, да, все в порядке. И к моменту следующего кормления, когда она уже очевидно голодная, я ее начинала кормить, и как будто бы нет молока. Я попыталась сцеживаться, в общем, я тогда сцедила, как бы не соврать, миллилитров 20, наверное, причем с обеих сторон, представьте. И прошло уже с предыдущего кормления, ну, пару часов точно. То есть, фактически, ну, застопорилась почему-то выработка молока. Вот, и она продолжает кричать голодная, а я ее не могу ничем покормить. Вообще, вот, ни с того ни с сего, хотя накануне, я помню, что мы еще ходили с Сережей в кино, и оставляли Алису с бабушкой, и я, в общем, сцедила молоко, и получилась полная бутылка. И вот там, то ли на следующий день, то ли через день, вот так вот получилось, что просто молока нет, ну, не считая вот такого количества, которым она, естественно, не наелась. И ничего не осталось, как идти за смесью для того, чтобы, ну, покормить ребенка. В общем, ничего не оставалось, как просто постоянно сцеживаться, ходить, потому что она не ела. Соответственно, если ребенок не питается грудью, да, то организм понимает, что молоко не нужно. Если нет оттока, то он не будет выделять новое. И, в общем, я с тех пор, молокоотсос мой лучший друг, я каждый день, несколько раз в день, сцеживаю молоко, кормлю Алису и докармливаю ее смесью. Но, как я начитала, для успешного грудного вскармливания обязательно нужен присутствовать эффект раздражения груди, причем довольно длительный, потому что именно при этом раздражении выделяется окситоцин, который вызывает отделение молока, и пролактин, который вызывает выработку. Да, это два очень важных гормона. В частности, особенно важно ночью, ну, когда вот женщина спит, пролактин очень активно выделяется. И когда вот во время, как бы параллельно идет сон с кормлением, это вообще очень стимулирует выработку. Получается, так как ребенок отказывается от груди, все это очень сильно затрудняется, и молокоотсос в гораздо меньшей степени заменяет малыша. Соответственно, выработка молока тоже очень страдает. И, конечно, после вот этого вот происходящего, да, когда она отказалась от груди, у меня тоже еще там понизилось. И вот таких вот вариантов, что я там с одной груди могу сцедить целую баночку, уже нет. То есть, значительно все ниже, хотя я стараюсь его поддерживать. Постоянно с этим молокоотсосом, каждые несколько часов сцеживаюсь. То есть, в принципе, это более-менее удается, и длится такая ситуация уже больше месяца. И вы знаете, я не могла долго понять, из-за чего так произошло, что накануне огромное количество молока, да, просыпаешься утром, его практически нет, просто на ровном месте. Вот, причем у меня не было там каких-то стрессов глобальных. Я, ну, как бы обычный недосыпок, как у всех мам. Ну, не настолько, чтобы хопля, и вот. Вот, и потом я начала искать информацию, прочитала, что нормально, когда у кормящих женщин там несколько раз за месяц и первый случаются, это как-то они называются молочные кризы, или что-то, в общем, кризисы. Когда какая-то там перестройка чего-то, и, в общем, падает уровень молока до минимального. Это может длиться несколько дней. То есть, практически там какие-то чуть ли не капли, но это восстанавливается. То есть, надо продолжать кормить грудью, и через несколько дней все возобновляется. Вот, я вот теперь думаю, если бы тогда на тот момент у меня была бы эта информация, ну, не подключала ли я бы смесь. То есть, осталось ли я только на грудном кормлении, чтобы, как бы, она не разбаловалась и не отказалась от груди. Вот думаю, и, скорее всего, у меня бы не хватило моральных сил, потому что она голодная, кричит. Да, ну, в груди ничего нет, и что я вот эту вот пустую сиську и там сува, типа, ну, хочешь, не хочешь, обходись. То есть, денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения, здоровья. В общем, вот такие вот пироги. И мне бы со своей стороны хотелось поддержать девчонок, у которых тоже реальность расходится с тем, чего бы им хотелось. Чтобы они себя не чувствовали какими-то худшими вариантами, чем те матери, у которых все происходит вот как по книжке, очень хорошо, свободно, просто и без проблем. Да, вы знаете, я в какой-то момент прям в конкретном стрессе была, потому что, ну, мне очень хотелось, чтобы, как бы, я, насколько возможно, Алисе дала то, что могу. Тем более, что касается формирования, это мое здоровье. Но потом поняла, что, ну, блин, ну, вот бывает вот так вот. И в конечном счете важен результат, в частности, чтобы ребенок был сытый. И, да, сытый, там, не плачущий, довольный, чтобы она там не была тощей какой-то или худеющей, да. И если для этого нужно отойти от каких-то моих представлений об идеалах, о том, что мне там снилось в розовых снах, то надо это делать. И надо, ну, принимать, что, да, вот свои коррективы появляются, ничего страшного. Кстати, слышала такую версию, что это генетическое, но у меня, у мамы было очень много молока, и она там кормила дочку даже соседей, у чьей мамы не было достаточного молока, то есть меня и еще мою ровесницу. Вот так, в общем, почитаю вашу историю, что вы на эту тему думаете. Всем большое спасибо за внимание, всех целую, всем пока.